Сход граждан. Жители микрорайона Кирпичны задали вопросы чиновникам. Стоянка запрещена. В Армавиле начала работать служба принудительной эвакуации автомобилей. Вербочка желаний. Сделать подарок сиротек. Пасхи может каждый неравнодушный человек. Здравствуйте. В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядко. Партнер выпуска. Магазин «Большая стройка». Плинтус, плиты ОСБ, панели МДФ и пластиковый. Подвесные потолки, утеплители и подкровельные пленки. Телефон 5-0203. Армавир без окраин. В подтверждение этих слов глава города Андрей Харченко, депутаты городской думы и ведущие специалисты мэрии провели сход граждан в поселке Кирпичны. Перебои в работе завода для многих жителей стали главной проблемой. Но мэрия старается держать ситуацию под контролем. Ремонт дорог, тарифы ЖКХ и другие острые вопросы жители обсуждали с чиновниками всех рангов. Тему продолжит Лариса Айровская. В школе номер 13 собрались все, кому небезразлична судьба микрорайона и люди, решившие озвучить все болевые точки этой территории. После отчетов депутатов, участкового и руководителей муниципальных служб граждане задали главе города ряд вопросов. Жильцов дома номер 26 по улице Восточное беспокоит переполняемый источными водами канализационный колодец. Вот у меня предрессия к водоканалу. С ноября месяца у нас течет колодец, который между детским садом и нашим домом. Звонили и неоднократно делали заявки. И я делала, и наш техник Дмитрий Васильевич делал. И по сегодняшний день полный колодец воды. Ничего не делаю, хотя приезжали неоднократно. Андрей Харченко дал распоряжение устранить проблему в кратчайшие сроки. Интересовались жители и судьбой кирпичного завода. Огромное предприятие после банкротства и закрытия стремительно разрушается. Территория завода – место появления криминальных элементов и головная боль участковых. Жители задают вопросы муниципальным властям. Но у предприятия есть руководители, которые сами не могут навести порядок. Самая главная проблема кирпичного – это то предприятие, которое сегодня является рассадником всего. И, наверное, самое главное, то, что все жители, которые живут в этом поселке, основная часть, являлись работниками, имели рабочие места, получали заработную плату. А предприятие банкротное. Мы знаем, что есть сегодня законодательство. Сегодня муниципалитет не может туда прийти, хозяйничать. Я бы хотел вместе с вами спросить с руководителей, которые там в последнее время руководили. Муниципальные власти и лично глава города держат ситуацию под контролем и подыскивают кандидатуру более рачительного и заботливого хозяина. А тем временем Андрей Харченко рассказал о планах благоустройства микрорайона. Благодаря реализации краевой и муниципальных программ в Кирпичном появится долгожданный детский садик, а скоро будут отремонтированы дороги. В этом году будут дорогу делать перпендикулярно улице Шоссенной, к домам по совхозной 37-39, номера я не помню. В этом году будут ремонтировать спортзал в школе 13-й, где мы с вами находимся. Это тоже деньги. Сегодня ремонт спортзала больше 2 миллионов рублей, а наверное порядка 3-х. И все нужно делать, как нужно делать дороги, так нужно делать спортзалы. После схода чиновники продолжали работу. Андрей Юрьевич выслушал жалобы и предложения граждан. Лариса Юровская, Евгений Замореев, Артур Краджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Поднимут и увезут в неизвестном для водителя направлении. Теперь, если вы не найдете свой автомобиль там, где он был припаркован, не стоит хвататься за сердце и думать о том, что его украли. Возможно, вашего железного коня забрали на штрафстоянку. С 15 апреля в Армавире начала работать служба по принудительной эвакуации транспортных средств, припаркованных не по правилам. Инспекторы ГИБДД выявляют нарушения и машины грузят на спецтранспорт. Процедуру в действии увидела наша съемочная группа. Улица Мира со стороны Центрального рынка одна из самых оживленных. Здесь разрешено двустороннее движение, но зачастую, особенно в выходные дни, проехать в этом направлении непросто. Транспорт паркует везде, и там, где можно, и там, где не положено. Под знаком остановка запрещена. Свою машину оставил водитель зеленой шестерки. Мимо нарушителя инспекторы не проехали. Подоспел и эвакуатор. Увезти эту машину службой принудительной эвакуации не удалось. На стадии крепления специальных тросов подоспел водитель. Овиков Сипяна торопел от увиденного. Молодой человек признался. По-русски он говорит плохо, но кое-как эмоциями поделился. Десять минут я не видел. Очень испугался, когда увидел, что машина забирается. А вот водителю Белой Волги придется испытать серьезный испуг. Свою машину, припаркованную под знаком, теперь он не увидит. Десять минут сложная работа и дорога свободна. Многих прохожих подобное зрелище завораживало, заставляло останавливаться и наблюдать за перемещением. Такое в Армавире происходит впервые. И многие не знают, как на это реагировать. Может быть и по-зверски. Нет, наверное, не нужно. Просто надо соблюдать правила дорожного движения. Проблемных улиц, где водители паркуются в запрещенных местах, в городе немало. Сотрудники ГИБДД уверены, такая мера поможет сократить число нарушений и разгрузить в центральной магистрали. Если машина поставлена под знак, остановка запрещена, водитель отсутствует более пяти минут. И в этом случае предусмотрена мера эвакуации транспортного средства. Оно эвакуируется на охраняемую стоянку. В создавшейся ситуации, когда не проехать по улицам, мера воздействия эвакуации будет действенной мерой. Она только поможет в борьбе с нарушениями. Мера по принудительной эвакуации абсолютно законная. Для водителей-нарушителей выльется в дополнительное финансовое бремя. Водителям, чьи транспортные средства будут эвакуированы, предстоит заплатить административный штраф, также оплатить в полном объеме расходы на эвакуацию и содержание транспорта на штрафной стоянке. В среднем данная сумма может достигать 5 и более тысяч рублей. В зависимости от того, сколько времени транспорт простоит на стоянке. И самое главное, как найти увезенный автомобиль. Водитель должен позвонить в полицию по телефону дежурной части 02 или 3202. Все данные оперативно передаются стражам правопорядка. Там нарушителю подтвердят факт работы специальной техники. На сегодняшний день в Армавире действуют два эвакуатора. В ближайшее время планируется покупка еще трех. В ЗВТ прошел прием граждан по личным вопросам. Вел его глава Армавира Андрей Харченко. Вместе со своими заместителями, руководителями коммунальных служб градоначальник отвечал на вопросы жителей. Рассматривались как личные, так и коллективные обращения горожан. Подробности далее. Оформление гаражей, выделение земельных участков под жилье, работа управляющей компании, квартирный вопрос, проблемы, с которыми граждане обратились к главе Армавира во время личного приема. Сергей Ивандин пришел просить за всю десятиэтажку по улице Совхозная, 37. Люди не просто недовольны отсутствием горячей воды. Они возмущены тем, что еще приходится платить за холодную воду, как за горячую. С того момента, как заселились люди, горячая вода шла то теплая, то холодная, то ржавая вообще. За предоставление некачественной услуги глава Армавира предложил жильцам многоэтажки обратиться в жилищную инспекцию, на коммунальное предприятие с жалобой. Оформить такое заявление городская администрация поможет. Вы должны эту услугу некачественно заактировать. Есть управляющая компания, если вы достаточно, больше не надо. Составляется акт, что температура горячей воды по вашему дому в квартирах не соответствует нормативной. В причинах отсутствия горячей воды градоначальник поручил разобраться своему курирующему заму и потребовал от директора предприятия Армавир Теплоэнерго не оставлять людей наедине с их проблемой. С нашей стороны перепад есть, он доходит до дома. Внутри дома где-то теряется. Управляющая компания должна просто открывать все задвижки. Вот тогда, понимаете, до Тютюников и Малов не должны. Честно, человека загнали и все. Это работа уже Малов, а не Тютюникова. На то и Малов. Это ваши абоненты. Они вам платят. А вот Олегу Николаевичу Иванову придется узаконить свой нелегальный бизнес. На трассе ФАД Кавказ он в нарушение законодательства установил торговый объект. На прием главе он пришел за консультацией. Какие документы нужны для оформления и просит дать время для приведения своего бизнеса в рамки закона. Самое главное, что не против бизнеса, но не таким образом. Вы взяли самовольно, без разрешения, на муниципальной земле, на границе с федеральной трассой. Поставили объект и в полный рост работаете. Вникнуть в решение каждого вопроса, не оставлять людей наедине со своими проблемами, обращает внимание чиновников Андрей Харченко во время приема. Зачастую просьбы людей не требуют больших затрат. Требуется внимание каждому человеку и контроль за исполнением поручений. Прием длился около трех часов. Каждый вопрос, как обычно, рассматривали тщательно. Следующий прием главы Армавира по личным опросам традиционно пройдет в пятницу. Паспорт – это основной документ, который удостоверяет личность гражданина той или иной страны. Существует целый ряд требований, которые должен соблюдать владелец паспорта. Они касаются правил оформления и хранения заветной книжицы. Однако не все принимают эти правила всерьез. Мне кажется, что паспорта вообще нужно отменить. Почему? Просто иметь какое-то небольшое удостоверение электронное, которое подтверждало личность этого человека. Удостоверяет личность каждого человека, его право на местонахождение в любом городе, если у него есть прописка в этом городе. А вы сами как относились к твоему паспорту? Отлично. У него вот такая вот патриотическая обложечка. Раз дали документ, то он должен быть в надлежащем виде. Надо сказать, что соблюдать правила паспортного режима нужно не только из соображений сознательности. Небрежное хранение, порча документа, а также проживание по недействительному паспорту или без него – это административное правонарушение. Выявление таких нарушений, как правило, происходит в ходе рейдовых мероприятий или мероприятий по проверке паспортно-регистрационного режима. Влечет за собой административное наказание. Это штраф в размере от полутора тысяч рублей до двух с половиной тысяч рублей. Правонарушителем считается также и человек, который потерял паспорт. За это полагается штраф в размере от 100 до 300 рублей. В возрасте 20 и 45 лет владелец обязан поменять свой документ. Причем это нужно сделать в 30-дневный срок, чтобы не быть привлеченным к ответственности. Те же правила действуют при перемене внешности, имени, фамилии, отчества, а также порче документа. Очень необходимо в наше время, когда большой документооборот и предъявление паспорта, от приобретения проездного билета до заключения какой-то сделки в банковском или финансовом, или еще в каком-то учреждении, знать, что паспорта нельзя передавать другим лицам категорически. И к серокопии также нельзя передавать другим лицам владельцев паспорта. Но в школе случились утраты. Обращаться, конечно же, надо прежде всего к нам. Стоит отметить, что штрафы, наложенные за нарушение паспортного режима, следует оплачивать вовремя. В противном случае они могут быть удвоены, а злостным неплательщикам грозит административный арест. Влада Волошина, Грая Рванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Традиционно в преддверии Пасхи в рамках краевой благотворительной программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» на территории Краснодарского края с 23 по 30 апреля 2013 года проводится благотворительная акция «Сделай подарок сироте и себе к Пасхе». Подарки получат дети-сироты и дети-инвалиды на территории Армавира. Вербочки желаний и боксы для пожертвований будут установлены в торговом центре «Слон», магазине «Маркер», гипермаркете «Магнит», магазине «Десятое королевство». Срывали голоса и натирали кровавые мозоли. Чтобы пройти в краевой этап военно-спортивного конкурса «Солдатами не рождаются», «Солдатами становятся», сотни юношей вели усиленные тренировки. На протяжении нескольких месяцев они учились чеканить шаг и петь песни, на скорость разбирать и собирать автомат, метать гранаты. 13 апреля Армавир собрал участников зонального этапа конкурса «Средь молодежи до призывного возраста». Участников зонального этапа каждый год Армавир встречает по-особенному. В этот раз перед юношами выступили бойцы отряда специального назначения. Пример для подражания есть. Осталось выяснить, у кого больше шансов стать настоящим солдатом. Конечно, это священный долг – служить нашей Родине. И очень хорошо, что сейчас очень много внимания оказывается как раз до призывной молодежи. То есть не только патриотическое воспитание, но и то, какими они придут в армию, очень важно. В Армавир приехали команды из 15 районов. Каждая стала лучшей в своем городе. Шансы на победу у всех равны. Но уже после первого конкурса о строе песни наметились лидеры. Мы не зря изучали здесь практику, чтобы завтра в учебном бою показать всем солдатскую практику, защищая отчизну свою. Владимир Барминский, командир отряда из Мостовского района, прирожденный лидер. Шаг чеканит и приказы отдает так, что слышно за сотню метров. Вообще подготовка к зональному конкурсу далась ему нелегко. Он и голос сорвал, отрабатывая строевую и мозоли натер. Часами учился разбирать и собирать автомат. Рекордное время в этот раз показать не получилось. Но все впереди, уверен Вова. Свои погоны он еще заработает. Мне это нравится, потому что я собираюсь идти в военное училище в город Санкт-Петербург. Стать полковником, хотя бы работать военным. Хочу продолжать свою дальшую жизнь военным. У меня вся семья служила. В зональном этапе предусмотрено 10 конкурсов. Часть из них спортивные, это бег и подтягивание. Остальные связаны с военным делом. Ребята показывают навыки в стрельбе, умение снарядить магазин автомата патронами. Оценивается и дальность метания гранаты. Справиться с этими заданиями под силу только физически крепкому и выносливому молодому человеку. Физическая подготовка, конечно, очень важна в вооруженных силах. Она является фундаментом всех остальных успехов, но и, конечно, боеготовности вооруженных сил. Любой мужчина, во-первых, как всегда, его воспринимает по внешнему виду. Красивый, здоровый, физически развит. Я все время говорил, хочешь быть красивым – бегай. Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть умным – бегай. Это так древние греки говорили. По результатам соревнований жюри конкурса отберет четыре лучшие команды юных бойцов. Именно они в финале конкурса поборются за звание настоящего солдата. Пройдет он в Краснодаре в начале мая. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский. Служба информации телеканала РЕН-ТВ. Армавир. 15 апреля в 1995 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро был поставлен вопрос о необходимости поднимать уровень экологической грамотности населения всего мира. С тех пор в этот день в разных странах обращают внимание на проблемы, которые касаются защиты окружающей среды. Что необходимо знать и делать, чтобы наш зеленый дом продолжал цвести? На какие темы стоит обратить особое внимание? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к жителям города. В том, что необходимо обращать внимание на проблемы, которые касаются защиты окружающей среды, армавирцы были единогласны. Ну об этом что, разве можно еще спрашивать? Конечно нужно. Конечно надо. Если каждый будет стараться защищать окружающую среду, будет меньше заболеваний, меньше инфекций. Нужно, очень нужно, потому что настолько и вода стала намного грязнее, и мусора появилось очень много. И нужно разрабатывать какие-то новые методы переработки. Безусловно, это же наше здоровье, это наша жизнь. Проблемы загрязнения мирового океана, исчезновения редких популяций животных. Экологи всех стран обращают внимание на эти и другие вопросы. Армавирцев глобальные проблемы волнуют не так остро. Качество питьевой воды, чистота воздуха и улиц родного города. Эти темы ближе и более актуальны. Например, предприятия, которые работают с радиоактивными веществами, они все это выбрасывают. И возникает, например, риск заболеваний лейкозами, злокачественными заболеваниями. Поменьше машин, чтобы было. Оно меньше будет, всякое, что мы дышим. Мусор выкидывают в Кубань, плохо. Очень много мусора. Недавно гулял, мусор все берега грязные. Да и в городе, в принципе, не мешало бы почистить тоже некоторые тротуары. Трава, все загажено. Это каждый день у нас сталкиваемся. На работу приходим, начинаем рабочую смену. И постоянно мусор, семечки. Вот главная проблема семечки. Сейчас у нас сезон просто пошел. Что надо сделать? Как защитить наш зеленый дом? Многие армавирцы знают ответ на этот вопрос. Я, например, всегда слежу, где на природе, я считаю, моя семья вся воспитана. В архы съездят, каждую крошечку, каждую пленочку всегда собирают и привозят туда, куда не бросают. Никогда. Ни бутылку, ничего. У нас, по-моему, и нет такого для собак специально, вот же для животных, коты, собаки. Наверное, тоже в городе создать такой дом какой-то, специальный приют, да, для собак, для кошек. Наверное, так. Экология на нашей планете зависит от каждого. Мне не касается, это высказывание не прокатит. Можно неоднократно быть добровольцем на экологических субботниках. Но гораздо важнее бросать мусор в урну и убирать за собой место после проведения пикника. После нас хоть потоп, это термин вслед за римским самодуром, берут на вооружение и современные невежды. Но глупо думать, что подобное кредо избавит нас от ответственности перед потомками за наш зеленый дом. Звезда всероссийского уровня. На сцене ресторана «Астория» состоялся концерт известной певицы-шансона «Рады рай». Единственное выступление в нашем городе стало завершением большого тура по Южному федеральному округу, который совершила артистка. Настоящее событие в культурной жизни Армавира принесло зрителям немало удовольствия. Подробности далее. Певица с экзотической внешностью и такими же необычными песнями. Такой знают поклонники «Рады рай» свою любимицу. Стиль, в котором поет артистка, не берется определить даже она сама. Настолько много в нем невовторимого разнообразия. Когда в мире шансона появилось новое имя, все сразу же констатировали – цыганка. Действительно, отец «Рады рай» – цыган, а мама – русская. До выхода к большой аудитории девушка 13 лет пела в ресторанах. Так что для нее выступление в Армавирской Астории – своего рода возвращение к истокам творчества. Мне это очень приятно. Мне всегда нравилось петь. И мне не важно, какая площадка большая или ресторан небольшой. Мы все делаем это для людей. И если это кому-то нужно, значит, мы не зря выходим на сцену. Ресторан «Астория» – это место, где заботятся о пище не только для тела, но и для души. Еженедельные шоу-программы по пятницам успели полюбиться армавирцам. Но до сих пор на сцене ресторана выступали известные артисты Южного федерального округа. Звезда такой величины здесь впервые. На сегодняшний день «Рады рай» входит в пятерку самых популярных артистов шансона. И мы были просто счастливы, узнав о том, что она сейчас, у нее именно турне по Южному федеральному округу, и у нас появилась возможность пригласить ее к нам в ресторан. Ей публика очень наша нравится. Я надеюсь, что публике нашей тоже очень понравилась эта артистка. «Рады рай» несколько раз становилась лауреатом национальной музыкальной премии «Шансон года». Несмотря на популярность и плотный график концертов, артистка выступает и в маленьких залах. Говорит, что получает от этого удовольствие. В «Астории» у нее и зрителей были взаимные чувства. «Разложи, полная птица, как душа, где питомиться не найти, ранену в сердце счастья». Армависты смогли познакомиться с песнями из нового альбома «Рады рай». Он называется «Территория любви». Разумеется, на концерте прозвучали и лучшие из ее прежних песен. Через некоторое время гости ресторана уже танцевали на сцене вместе со звездой. По словам руководства «Астории», на этом приятные сюрпризы не закончатся. 31 мая мы планируем пригласить сюда очень достойную звезду 90-х «Хэдэвэя». Это звезда, те люди, которые в 90-е годы были молодыми и энергичными, они эту звезду знают. Я думаю, что они будут счастливы. Следите за новостями. Не пропустите следующее культурное событие на сцене ресторана «Астории». Влада Волошина, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Влада Волошина. Здравствуйте, дорогие телезрители. Во вторник, 16 апреля, людям с маленьким весом лучше взять с собой пару кирпичей. Погода будет ветреной. Утром малооблачно, на термометре плюс 11 градусов. Ветер сильный, до 10 метров в секунду, восточный. Днем станет ясно, потеплеет до плюс 15, а ветер немного усилится. Вечером снова малооблачно. Воздух прогнеется до плюс 11 градусов. Ветер по-прежнему сильный, восточный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. А по народному календарю 16 апреля – день Агафии. Принято было освещать в церкви хлеб и вешать на рога коровам, чтобы лучше доились. Рыбаки угощали водяного, бросая в реку чужую лошадь. Вот тебе, дедушка, гостиниц. Люби да жалуй нашу семью. Не пытайтесь повторить. В наше время такую подкормку для рыбы не используют. Спасибо, Влада. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете. www.ravita.info и на волнах вторая Диармавир. В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА